Добрый день. На самом деле вам сегодня не очень-то со мной повезло, потому что я явилась читать лекцию в простуженном состоянии. И хотя, скорее всего, я не заразна, потому что я еще не чихаю и не кашляю. Чихать я буду послезавтра в Новосибирске. Но зато у меня температура, от этого я буду тупить, тормозить и забывать слова, поэтому извините. Но за то, чего у меня точно нет, так это у меня точно нет депрессии. Это очень хорошо. Я ходила недавно специально к психотерапевту, чтобы он мне это подтвердил. Меня туда послал муж, потому что он думал, что если я не хочу детей, значит, у меня депрессия. И оказалось, что нет, что все-таки дело не в депрессии. И это очень хорошо, что у меня ее нет. И, скорее всего, у вас ее тоже нет. Потому что если бы у вас была настоящая серьезная, тяжелая клиническая депрессия, то вы бы вряд ли ходили в парк зарядья слушать научно-популярные лекции. Вы бы, скорее всего, лежали лицом к стенке. А в том случае, если бы у вас случилось какое-то просветление, вы бы, возможно, попытались совершить самоубийство в тот момент, когда у вас появились на этой силы. И в истории науки было несколько случаев, когда люди пытались совершить самоубийство, пребывая в тяжелой депрессии, путем того, чтобы выстрелить себе в голову. Вот одна женщина, например, выстрелила себе в голову из ружья и испортила себе значительную часть лобной коры. Другой человек выстрелил себе из арбалета и испортил значительную часть лобной коры. Но оба этих человека из этих клинических случаев выжили. И мало того, что выжили, но и настроение их улучшилось. Потому что так получилось, что они оба разнесли себе вентромедиальную префронтальную кору. А дело в том, что вентромедиальная префронтальная кора нужна человеку для того, чтобы оценивать эмоции, о которых мозг сообщает из своих подкорковых структур. В частности, вентромедиальная префронтальная кора очень тесно взаимодействует с амигдалой. Про амигдалу вы могли слышать. Амигдала или менделевидное тело — это такой центр страха, зона, которая занимается многими эмоциями, но в первую очередь отрицательными и в первую очередь именно страхом. И поэтому в том случае, если ваша кора лишается способности разговаривать с подкорковыми структурами, которые отправляют ей сигналы о страхе и тревоге, то жизнь ваша начинает касаться вам значительно более нормальной. Вот в случае первой женщины ей и врачи отмечали, и ее байфренд отмечал, что она стала радостной и веселой. И врачи писали, что больше нет ни грусти, ни суицидальных мыслей. И сама женщина говорила так. Что касается второго человека, 33-летнего мужчины, который разнес себе вентромедиальную префронтальную кору с помощью арбалета, то про него врачи прямо даже с каким-то неодобрением говорили, что безразличен к своей ситуации и неуместно радостен. Не, ну а что? Но на самом деле вот эта статья, на которую я ссылаюсь, она эти два клинических случая упоминает вскользь, а посвящена она не столько даже этому, сколько она посвящена вечному диалогу, который происходит в нашей лобной коре между двумя ее отделами. между дорзолатеральной префронтальной корой, которая находится примерно вот здесь и вот здесь, и между вентромедиальной префронтальной корой, которую я на себе показать не могу, не потому что у меня ее нет, а потому что она у меня внутри. Вот это мозг разрезанный пополам посередине, и вот если вы заглянете на ту часть, которая находится во лбу, но при этом изнутри, это разрез по сагитальной линии, то есть вот так вот насквозь, это вот там будет у вас вентромедиальная префронтальная кора. И известно, что если у людей повреждена вентромедиальная префронтальная кора, то вот у них может пройти депрессия. А если у людей повреждена наоборот дорозлатеральная префронтальная кора, то они в эту депрессию могут угодить с большей вероятностью, что в то время как вентромедиальная префронтальная кора обращает внимание на наши неприятные эмоции, дорозлатеральная не то чтобы даже обращает внимание на положительное, а скорее она служит таким голосом разума, который позволяет в принципе обращать меньше внимания на те эмоциональные бурья, которые мы постоянно испытываем, относиться к ним более объективно. Особенно для этого полезна левая, вот с этой стороны дорзалатеральная префронтальная кора. Но про дорзалатеральную префронтальную кору я когда-нибудь сделаю отдельную лекцию, хотя если мы ее так назовем, то я не знаю, кто на нее придет. А сейчас мы говорим про вентромидиальную, и вот у меня к вам какой вопрос. Вот как вы думаете, если у человека повреждена та зона мозга, которая отвечает за то, чтобы он прислушивался к тем эмоциям, которые он испытывает, и если мы будем давать ему принимать какие-то решения, то будет ли он принимать их как нормальный человек, или у него что-то изменится в принятии решений, а если да, то в какую сторону? Расспросы уменьшатся, то есть они станут более линейными. Это, кстати, вполне вероятно, да. Можем ли мы сказать, что они будут более рациональными? Ну, в каком-то смысле да. Таких работ на самом деле проводится довольно много. Это обычно люди, у которых вентромидиальная префронтальная кора была повреждена в результате, например, инсульта или каких-то проблем такого рода. Вот набирают группы таких людей и предлагают им всякие разные моральные дилеммы, и смотрят, как они на эти моральные дилеммы реагируют, и будет ли это как-то отличаться от того, как реагируют на них обычные люди. Вот представьте себе такую ситуацию. Вас зовут Грейс, и вы пришли на экскурсию на химический завод вдвоем с подругой. И во время перерыва в экскурсии вы отправились к кофейному автомату для того, чтобы налить себе кофе. И ваша подруга тоже попросила, чтобы вы принесли ей кофе. И она попросила, чтобы вы принесли ей сладкий кофе. И вы около этого контейнера, около этого кофейного автомата, вы увидели контейнер. В контейнере белый порошок, и написано «сахар». И выглядит он как сахар. Вы наливаете подруге кофе, вы насыпаете в кофе две ложки этого белого порошка, приносите кофе подруге, и ваша подруга умирает. Потому что выяснилось, что если вы находитесь на химическом заводе, то лучше не насыпать белые порошки из неизвестных контейнеров, чтобы на них не было написано. На самом деле просто по случайности в коридоре около кофейного автомата оставили контейнер из-под сахара со смертельно опасным ядом. Вопрос тут какой? Насколько вы виноваты, если вы Грейс? Насколько неприемлемо было ваше поведение, когда вы случайно отравили подругу? Кто считает, что Грейс – плохой человек, заслуживающий наказание? Мало людей так считают. Если усреднить ответы всех испытуемых, вот эта семибальная шкала баллов по степени приемлемости. Если 7, то это вообще нормальное поведение. Если 0 или 1, то это ненормальное поведение. Там были четыре ситуации. Первая ситуация – это когда вообще ничего плохого не произошло, написано было сахар, оказался правда сахар, все живы, все счастливы. Здесь вообще все нормально, все это одобряют. Если мы говорим о той ситуации, которую я описала, когда подруга не хотела ничего плохого, Грейс не хотела ничего плохого, но тем не менее все-таки отравила свою подругу, то люди в среднем оценивают это примерно на 3 балла, потому что вообще понятно, что нужно быть более осторожным, когда ты насыпаешь неизвестно что, неизвестно где, но все-таки понятно, что нарочно она не хотела ничего испортить. Теперь представьте себе альтернативную ситуацию. Вы пришли на химический завод с подругой на экскурсию и отправились за кофе. И подруга попросила принести ей сладкий кофе. И вы видите контейнер, в котором находится белый порошок, и на контейнере написано «Яд», «Опасно», «Токсично», «Череп и кости нарисованы». Но, тем не менее, руководствуясь какими-то своими внутренними побуждениями, вы насыпаете из этого контейнера две ложки в кофе, приносите кофе подруге, подруга выпивает кофе, и с ней все в порядке, потому что рабочие, как всегда, перепутали контейнеры, и на самом деле это был сахар. Вопрос, насколько приемлемо ваше поведение в этой ситуации? «Поднимите руки, кто стал бы дружить с Грейсом». Ну, в общем, ну так. Наверное, все-таки большинство людей считает, что лучше не дружить с людьми, которые хотят насыпать порошок вам в кофе из контейнера с надписью «Яд». И в общем и целом, действительно, люди обычно говорят, что не очень-то хорошо себя повела Грейс. Вот еще даже меньше оценка ее приемлемости, чем была в прошлом случае, хотя ненамного. Но здесь есть три группы людей, которых мы расспрашиваем. Белый столбик — это здоровое испытуемое, без каких-то повреждений в мозге. Серенький столбик — это испытуемое, у которых какие-то зоны мозга были повреждены, но, по-видимому, не связанные с эмоциями. А третья группа — это люди с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры, о которой мы говорили, что она нужна для того, чтобы прислушиваться к эмоциям, которые порождает ваша подкорка. И вот здесь выясняется, что оценки испытуемых отличаются. Что те люди, у которых повреждена вентромедиальная префронтальная кора, они говорят, а что такого? Подруга осталась жива. С подругой все в порядке. Она здорова. Она выпила сладкий кофе. Какие проблемы? То есть они склонны оценивать действия по их результатам, по тому, что случилось с людьми на самом деле, а не по тому, что там кто-то себе имел в виду. Вот помните, в университете на философии были утилитаристская этика, когда оценивают по результату, и, если я не ошибаюсь, диантологическая этика, когда оценивают по намерению. Вот люди с повреждением вентромедиальной префронтальной коры становятся более привержены к той этике, в которой нужно оценивать только непосредственные результаты поступков, независимо от того, что люди имели в виду. Можно ставить всякие более интересные мысленные эксперименты. Вот вторая картинка, она о том, как людям давали три группы заданий. Первая группа заданий — это были просто задания на логику, в которых нет никакой моральной подоплеки вообще. То есть, например, вы фермер, у вас есть комбайн, в котором вы умеете собирать репу. Вы можете направить его на одно поле, и тогда комбайн за день соберет там 20 килограммов репы. Вы можете направить его на другое поле, и тогда комбайн соберет только 10 килограммов репы, если вам нужна репа, то на какое поле вам нужно направить комбайн. Все отвечают одинаково, все отвечают, что нужно направить туда, где будет 20 килограммов репы. Никаких вопросов. Но вторые две категории задач — это были моральные дилеммы, и причем моральные дилеммы двух видов. Одни безличные, когда вы должны принимать какое-то решение, но оно довольно логически очевидно и не требует от вас какой-то личной вовлеченности. А вторые — персонализированные, в которых вы должны тоже принимать этическое решение, но при этом оно требует от вас каких-то личных усилий. Вот, например, там использовалась классическая проблема вагонетке, про которую большинство из вас наверняка слышало. Она существует в двух вариантах. Первый вариант. У вас есть железная дорога с развилкой. По железной дороге едет поезд. Поезд, если вы ничего не сделаете, поедет по одному направлению, но на этом направлении к рельсам привязаны пять человек, и ни один из них не может никуда убежать. Вы можете сделать в этой ситуации что? Вы можете в этой ситуации повернуть рычаг и перевести стрелку, чтобы поезд поехал на другой железнодорожный путь, но на другом железнодорожном пути тоже привязан к рельсам человек. Но один. Вы про этих людей не знаете вообще ничего. Вы не знаете ни возраста, ни пола, ни социальной значимости, ни моральных установок. Вы с ними не знакомы. Единственное, что вы знаете, что в одном случае погибнут пять людей, а в другом случае погибнет один человек. И вопрос в том, должны ли вы перевести стрелку. Большинство людей действительно считает, что да. Но теперь представьте альтернативную ситуацию, персонализированную. У вас есть рельсы. По рельсам едет вагонетка. Впереди привязаны пять человек. Никакой развилки нет. Но зато вагонетка проезжает под мостом. Вот такой мост. Не то чтобы я была хорошей художник. В общем, это мост, поверьте мне на слово. А на мосту стоит толстый мужик. И если вы подойдете и столкнете толстого мужика с моста, то тогда вагонетка об него остановится. Толстый мужик погибнет, но зато вот эти остальные пять человек, привязанные к рельсам, выживут. Никаких других опций у вас нет. Ничего больше другого на рельсы спросить вы не можете. Если вы даже сами на них прыгнете, вы слишком худенький, вагонетка вас переедет и поедет дальше, вы можете только спросить толстого мужика. Стали ли бы вы в этой ситуации спрасывать толстого мужика? Ну, допустим, он стоит на самом краю, очень неустойчиво. Он ничем не хуже, но просто он один, а этих пять. А пять чем виноваты? Ну, вот смотрите, да. Да, совершенно верно. Абсолютное большинство людей у вас есть в интермедиальной префронтальная кора, я поздравляю вас. Абсолютное большинство людей действительно видят разницу между вот этими двумя гипотетическими ситуациями. Они считают, что переключить стрелку может быть и окей, если уж надо. А вот столкнуть человека с моста – это как-то ту матч. Но не таковы люди с повреждениями в интермедиальной префронтальной коры. Люди с повреждениями в интермедиальной префронтальной коры, они оценивают любой выбор по его логическому выхлопу. Они считают, что если у вас есть возможность спасти больше жизней, пожертвовать меньшим количеством жизней, то это надо делать независимо от того, какие у вас там есть моральные страдания. Они не очень понимают про моральные страдания, потому что они не очень получают от своего мозга информацию об этих моральных страданиях, вследствие того, что у них нарушены соответствующие отделы мозга, соответствующие нейронные связи. Вот еще один пример задания, персонализированного, которое им давали. Оно вот такое. У вас есть террорист, который угрожает взорвать весь парк заряде. Прямо сейчас, так что мы с вами все погибнем. И остановить его мы не можем, потому что мы не знаем, куда он запрятал свою бомбу. Он буквально сидит с рукой на кнопке и обещает, что он сейчас всех нас взорвет. Но хорошая новость в том, что нам удалось захватить ребенка, этого террориста, школьника. И этот ребенок находится в нашей власти. И что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно взять этого ребенка и отрубить ему руку перед телекамерой и пообещать террористу, что если он не остановится и свою бомбу не обезвредит, не отменит, то тогда мы отрежем этому ребенку и вторую руку, а потом будем убивать его мучительной смертью. Мы предполагаем, что на террориста это подействует. Но готовы ли лично мы начинать пытать перед камерой его ребенка? Ну, мы предполагаем, что это будет эффективно. Но вот тем не менее, не знаю, я надеюсь, как мы все надеемся, никогда не столкнуться с таким выбором. Но тем не менее, когда такого рода задачи задают людям и спрашивают, насколько они готовы это делать, все-таки около трети людей говорят, что они готовы пытать ребенка перед камерой или, например, сталкивать толстого мужика. Но при этом этот процент сильно увеличивается в том случае, если у людей есть повреждения вентромедиальной, префронтальной коры. То есть, что здесь существенно? У людей, и у тех, у кого есть повреждения вентромедиальной, префронтальной коры, и у тех, у кого его нет, у нас, в принципе, одинаковые ценности. Мы все, в принципе, считаем, что человеческая жизнь – это хорошо. Мы все считаем, что лучше бы спасать побольше жизни людей и меньшим количеством жизней жертвовать. Но при этом в случае людей, у которых есть вот эта вентромедиальная префронтальная кора, чувствительная к эмоциям, мы еще иногда дополнительно сталкиваемся с какими-то эволюционно-древними табу насчет прямого причинения вреда ближнему своему. Мы сталкиваемся с какими-то морально-нравственными угрызениями, которые не позволяют нам своими руками проливать кровь, даже если мы считаем, даже если мы уверены, что это приведет к общественному влагу. И эта история, она подводит нас к одной важной мысли, к мысли о том, что мозг материален, что в мозге есть нейронные контуры, которые отвечают за какое-то конкретное поведение. Эти нейронные контуры не всегда четко локализованы, их не всегда возможно так уж прямо найти, их не всегда возможно как-то напрямую на них подействовать, но в тех случаях, когда это возможно, вы можете подействовать на какие-то конкретные нейроны для того, чтобы это изменило поведение, которое будут проявлять людям. И вот на самом деле нейробиология, как наука, довольно многим обязана людям с травмами, потому что по мере того, как накапливалась информация о том, как ведут себя люди, у которых повреждены те или иные отделы мозга, мы получали больше и больше информации о том, для чего какой отдел мозга нужен, в чем он задействован. У меня есть про это пара примеров. Один из них совершенно христианский. Вы про него сто раз слышали, в том числе наверняка вы про него слышали и от меня тоже, но я не могла удержаться от возможности показать вам картинку Олега Навального, который иллюстрирует вот сейчас мою третью следующую книжку про мозг и рисует к ней всякие нелепые картинки. Например, про пациента HM, он же Генри Моллесон. Поднимите руку, кто из вас знает твердо и уверенно, кто такой Генри Моллесон. Но простите, вы в меньшинстве, поэтому я все равно буду об этом рассказывать. Вы можете пока почитать в телефоне, что-нибудь прикрепить там в шарики. Смотрите, дело было в 1953 году. Генри Моллесон страдал от тяжелейших эпилептических приступов, которые разрушили его жизнь и разрушили его карьеру. И все ему разрушили. Каждую неделю несколько раз он падал в жесточайшем припадке, в судорогах. У него происходило непроизвольное мочеиспускание. Это происходило внезапно, в неожиданное время. Он терял сознание. Потом весь день ходил, как сам нам было. Ему было 27 лет, и ему хотелось бы, чтобы его жизнь продолжалась более интересным образом. Он стал искать врачей, которые потенциально могли бы ему помочь. Он перепробовал все лекарства против эпилепсии, которые на тот момент существовали. А тогда было мало лекарств от эпилепсии, они были низкоэффективны. Он перепробовал много чего. В конце концов он обратился к Вильяму Сковиллу. Вильям Сковилл вообще-то эпилепсией не занимался. Вильям Сковилл интересовался лоботомией. Это было время, когда лоботомия уже шла к своему закату. В 40-е годы интенсивно практиковалось разрушение людям лобной коры или перерезка связей между лобной корой и другими участками мозга, потому что это делало их безвольными и, соответственно, делало их менее опасными в качестве пациентов психиатрических клиник. Я думаю, что, прилетая над гнездом кукушки, примерно все смотрели или читали. И, прилетая над гнездом кукушки, мы все сочувствуем главному герою, которому сделали лоботомию, но все-таки совершенно забываем о том, что мы ее сделали после того, как он напал на медсестру. И, в общем и целом, а что еще персонал больницы должен был делать, учитывая, что это были 40-е годы, и тогда не было никаких эффективных лекарств. Не было галлоперидола, ничего не было такого, что могло бы успокоить сошедшего с ума агрессивного пациента, кроме лоботомии. Но, тем не менее, Вильям Сковилл был из прогрессивных исследователей метода. Он считал, что, может быть, не нужно разрушать какие-то большие куски коры, и вообще, может быть, надо как можно точнее понять, что разрушать, а что нет, для того, чтобы максимально сохранить человеку личность, но при этом просто убрать агрессию. Он проводил эксперименты, он отрезал людям, либо разрушал людям связи остального мозга, либо с дорзолатеральной префронтальной корой, либо с вентромедиальной префронтальной корой, либо с орбитофронтальной корой, которая находится более снаружи, примерно на той же высоте, что и вентромедиальная. И пришел к выводу, что вроде бы лучше всего работает разрушение орбитофронтальной коры, а потом еще посмотрел, что она связана тесно с височной долей, и, может быть, нужно вообще в лобную кору не лезть, а, может быть, нужно вырезать височную долю, разрушать что-нибудь в ней. Тогда вроде бы и личность сохраняется, а вроде бы и психоз проходит. Первые результаты у него были хорошие, и в этот момент к нему приходит Генри Мольсон. Говорит, доктор, я страдаю от эпилепсии, сделайте что-нибудь. Вильям Скобилл ему говорит, ну, вообще-то современная наука не знает, чем вам помочь, но если хотите, я могу вырезать вам височную долю. На самом деле в этом была некоторая логика, потому что что было известно? Было известно, что хотя вообще-то после операции на мозге у людей часто развивается эпилепсия, но вот именно в случае операции на височной доле, наоборот, она обычно не развивается. И что вообще, если вы не можете найти, где начинается эпилептический припадок, как было в случае Генри Мольсона, то часто это означает, что он начинается именно в височной доле. Ну и кроме того, на самом деле, Скобилл, он же не хотел вырезать всю височную долю. Там идея была такая, что он во время операции откроет Генри Мольсону мозг и будет микроэлектродами стимулировать прямо во время операции отдельные кусочки мозга для того, чтобы попытаться все-таки таким методом найти, где у него возникает эпилептический припадок. И уже только если не получится, вырезать много. Но, к сожалению, в процессе операции не получилось найти, локализовать. И Вильям Скобилл подействовал по плану А, он вырезал большой кусок височной доли, в том числе вырезал полностью гиппокамп, вырезал полностью амигдалу, вырезал парогипокампальную извилину, вырезал много всего. Хорошая новость в том, что эпилепсия у Генри Мольсона действительно прошла. Ну, то есть она стала намного слабее, он смог контролировать ее с помощью тех лекарств, которые существовали на тот момент. И, в принципе, интеллект у него не повредился, личность у него не повредилась. Но единственное, что Вильям Скобилл заметил, что он перестал узнавать медицинский персонал, с которым он знакомился, в том числе самого Вильяма Скобилла. Но его это не очень заинтересовало, он пациента выписал домой. Потом, уже через два года после этого, он поехал на конференцию нейробиологов, встретил там Вайдлера Пенфилда, это другой звездный нейробиолог того времени. И Вайдлер Пенфилд упомянул, что у него был случай, когда пациенту вырезали гиппокамп, у него после этого возникли проблемы с запоминанием. Скобилл к нему подошел, говорит, а вот у меня тоже был такой случай, вам неинтересно. Пенфилд сказал, но мне самому неинтересно, но у меня есть молодая коллега Брэнда Милнер, давайте я ее отправлю к вам поисследовать. Брэнда Милнер приехала, начала исследовать и стала из-за этого страшно знаменитой. Ей сейчас сто лет недавно исполнилось, она все еще жива и вроде бы даже продолжает работать. По крайней мере, иногда дает интервью. Но в тот момент, в 1953 году, ей было еще намного меньше лет, она приехала, пошла с Генри Моллисоном на ланч. Через полчаса он не помнил не только то, ходил ли он на ланч, не только то, что было во время ланча, но и то, был ли ланч вообще. Брэнда Милнер поговорила с его родственниками. Родственники говорят, ну в принципе нам с ним очень удобно, потому что вот у нас, например, есть у него один журнал, он этот журнал каждый день читает, а потом не помнит, что он его уже читал, соответственно, нам не приходится покупать новых журналов. У него есть один пазл, он этот пазл каждый день собирает. Когда собрал, мы разобрали обратно, он его снова собирает. Вот единственное, что нас достает, что он никогда не помнит, где стоит газонокосилка, потому что каждый день ей пользуется, а все равно не помнит, где она стоит. И еще вот проблемы начались, когда мы несколько месяцев назад переехали, потому что Генри все время приходит по своему старому адресу, чем изрядно раздражает новых жильцов. Но в остальном все хорошо. Брэнда Миллер начала его систематически исследовать и обнаружила, что действительно у Генри Моллесона нарушен перевод воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную. То есть при обычном разговоре он производит впечатление абсолютно обычного здорового человека. Пока он удерживает на чем-то внимание, например, на вас, он вас помнит. Если вы просите его удержать внимание на каком-то числе, например, то пока он удерживает внимание, он это число помнит. Но как только что-то его внимание отвлекло, проходит 10 минут, и он уже вообще не помнит, что был какой-то разговор с вами, что было какое-то число, которое его просили запомнить, и так далее, и тому подобное. Его активно исследовали, давали ему большое количество заданий. В 1973 году он, например, совершенно не помнил, что такое Утергейт, хотя тогда об этом говорили в новостях каждый день, а он каждый день эти новости смотрел. Утергейт — это название торгового центра, в котором организовали прослушку штаба конкурентов, кандидатов президента Никсона. В общем, там был большой-большой скандал, из-за которого президент Никсон был вынужден уйти в отставку. Но, тем не менее, некоторые важные события из своей новой жизни он все-таки запоминал. То есть он, например, помнил, что у него умер отец. Несмотря на то, что это произошло уже после того, как Генри Моллисону сделали эту операцию, он не помнил никаких деталей по поводу этого события, но сам факт того, что отец его больше не живой, это он помнил. Но главное обнаружилось, что вот это повреждение гиппокампа совершенно никак не повлияло на моторную память. У нас бывает декларативная память. Это о том, что можно описать словами. Меня зовут Ася Казанцева, здравствуйте. Если вы это помните, у вас работает декларативная память. И у нас бывает имплицитная память. Это память о тех вещах, которые словами описать довольно сложно. Например, о том, как кататься на велосипеде, как плавать брасом. Или в случае Генри Моллисона его учили рисовать фигуры, глядя не на свою руку, а на отражение этой руки в зеркале. То есть вы видите руку в зеркале, она движется не туда, куда вы имеете в виду, вам нужно обвести фигуру. Сначала это сложно. И рука у вас туда-сюда сдвигается. Но потом, по мере того, как вы тренируетесь, у вас это получается лучше, лучше и лучше. Вот номер ошибок в течение каждой попытки неправильно проведенных линий. И, в общем, у вас стало получаться лучше. Потом на следующий день вы приходите в лабораторию еще раз, вам предлагают это задание. Вы говорите, доктор, но это же очень сложно, у меня не получится. Вам, если вы Генри Моллисон, говорят, а вы попробуйте. Вы пробуйте, и у вас получается уже хорошо, потому что вы уже учились накануне. Но вы не помните, что вы когда-то учились этому накануне. Вы говорите, ой, надо же, оказывается, это просто. Вы приходите в лабораторию на третий день, у вас сразу получается замечательно. Вы говорите, ой, ничего себе, какой я гениальный. Задание выглядит сложным, а оказывается, с первого взгляда все получается сразу, как здорово. Существует устойчивый миф. Он многократно озвучен на очень многих разных лекциях и на лекциях в университетах. И на лекции про память, которую я читала, наверное, некоторым из вас на ВДНХ прошлой зимой. Или вы могли ее где-то еще смотреть. Существует миф, к распространению которого я тоже приложила руку, пока была не в курсе, но была не права. О том, что Генри Моллисон пугался, когда подходил к зеркалу. Как я потом смогла найти, такие исследования прицельно проводились, и все-таки нет, все-таки не пугался. Идея там была в том, что Генри Моллисон прожил до 2008 года, то есть он был уже старенький. И представьте себе, что вам кажется, что вам вчера сделали операцию против эпилепсии, вам было 27. Это последнее, что вы запомнили про свою автобиографию. А потом вы подходите к зеркалу, и зеркало на вас смотрит глубокий старик. Но все-таки нет. Генри Моллисон не пугался по двум причинам. Одну из этих причин вы можете понять, потому что я вам на нее намекала в начале описания случая Генри Моллисона. Ему вырезали гиппокамп, паре гиппокампальную извилину и что-то еще. И амигдалу. Гениально. Амигдала способствует тому, что вы боятся. Поэтому если у вас нет амигдала, то бояться вам нечем, и вы, соответственно, не боитесь, когда подходите к зеркалу и оттуда смотрит глубокий старик на вас. Кроме того, была зона мозга, которую Генри не тронули. Это была вертинообразная эфилина, связанная с запоминанием и распознаванием лиц. То есть, по-видимому, то, что она у него сохранилась, позволяло ему апдейтить, обновлять уровень представления о своем лице по мере каждого нового подхода к зеркалу и таким образом тоже воспринимать это как должное. А вот что касается людей, у которых нет амигдала. Вот здесь нарисованы обе эти части мозга, про которые мы говорим. Вот гиппокамп вот так идет, красивый, как морской конек. И вот рядышком с ним амигдала. А вот здесь вентромидиальная префронтальная кора. Видите, все рядом, все может спокойно общаться. У людей, конечно, амигдалу никто специально не вырезает, за исключением Генри Моллистона. Но у людей бывает генетическое заболевание, которое называется болезнь орбуховита. Это болезнь соединительной ткани. И она, среди прочего, проявляется в том, что у людей нарушается проницаемость некоторых мелких кровеносных сосудов в мозге. К счастью, не всех, потому что иначе человек бы умер. Но некоторых, и в том числе, часто поражаются именно те кровеносные сосуды, которые снабжают кровью амигдалу. И за счет этого амигдала погибает. И известны науке несколько десятков людей, у которых повреждена амигдала. В частности, науке хорошо известна и подробно наука изучена пациентка по имени С.М. Эта пациентка известна, например, таким случаем из своей жизни. Однажды вечером она шла через сквер. В сквере была церковь. Из церкви доносилась возвышенная духовная музыка. Она шла, а в парке на лавочке сидел человек. Который, как ей показалось, находился в состоянии наркотического опьянения. Он ее к себе поманил. Она к нему подошла. Он схватил ее за рубашку, замахнулся на нее ножом, закричал, я тебя зарежу, сука. Я упоминаю этот эпизод своей будущей книжки. И я в связи с этим специально консультировалась с издательством, как именно нужно переводить слово «бич», для того, чтобы книжку не продавали потом в целлофане с пометкой 18+. Мне сказали, что суку можно. Все в порядке. А дело в том, что она была в этот момент в возвышенном настроении, потому что она слушала церковную музыку. И поэтому она ответила ему так. Ты, конечно, можешь меня убить, но тебе придется разбираться с ангелами моего бога. Человек растерялся, отпустил ее, и она спокойно пошла дальше своей дорогой. На следующий день ходила через парк точно так же, как ни в чем не бывало. Исследователи разговаривали с 20-летним сыном, пациентки СМ. Он за все годы своей совместной жизни с ней не смог вспомнить вообще ни одного случая, когда бы она испугалась. Вспомнил ряд противоположных случаев, когда, например, во двор заползала большая ядовитая змея, а СМ брала ее руками, уносила за ограду для того, чтобы по ее двору змея не шастла. Ученые пытались пугать ее целенаправленно. Соответственно, тоже, например, приводили в зоомагазин, показывали страшных змей и пауков. В итоге сотрудники зоомагазина должны были защищать своих зверюшек от СМ, которая хотела их потрогать, несмотря на все увещевания о том, что они ядовитые. Они водили ее в главный-главный в Америке парк ужасов, который переделан из бывшего туберкулезного санатория. Если вам интересно, я вам могу сказать, как он называется. Нет, не могу, потому что это выписано в какую-то другую часть тетрадочки. Это будет долго искать, но бог с ним. Можно пойти по ссылке и почитать. В общем, был бывший туберкулезный санаторий, из которого сделали парк ужасов большой, главный в Америке. И там на Хэллоуин происходит главное ужасное шоу, на котором всем очень страшно. Когда СМ туда водили, она напугала актера. который играл монстра, потому что она неожиданно постучала ему по голове, чтобы проверить, из чего сделана его маска страшного монстра. А он совершенно такого не ожидал, и ему самому было страшно вообще-то в этом спектакле играть. И он убежал с виском. И поэтому долгое время исследователи думали, что пациентку СМ напугать невозможно ничем вообще, потому что у нее амигдалы нет, чтобы бояться. Но в 2013 году, проводя очередной рутинный эксперимент, потому что вот черт опять не удастся напугать, они все-таки неожиданно добились успеха. Речь шла о том, что пациентке СМ надели на лицо маску и дали ей вдохнуть воздух с большим содержанием углекислого газа. Углекислый газ, соответственно, попадает в кровь, вызывает чувство удушья. Это не опасно и не вредно, потому что это один вдох, и потому что в воздухе кислород все равно есть, там просто азот замещен на большое количество углекислого газа. И в общем и целом все получается нормально, но организм чувствует, что вокруг очень много углекислого газа, и у организма начинается паническая атака. То есть даже бесстрашная СМ начинает срывать с себя маску, требовать, чтобы немедленно все это прекратилось, и чтобы с ней никогда больше не делали такого ужаса. Этот эксперимент проводили с тремя пациентами с болезнью урбаховита и с несколькими здоровыми людьми с контрольной группой. И выяснилась важная вещь, что люди из обычной контрольной группы, здоровой, у которых есть амигдала, они, если знают, в чем стоит эксперимент, они начинают пугаться заранее. Когда им только-только надевают маску, у них уже видно изменение в кожно-гальванической реакции, то есть такой физиологический показатель страха. Что касается таких пациентов, как СМ, у них не всегда удается померить надежно кожно-гальваническую реакцию, потому что, вы помните, это болезнь соединительной ткани, там кожа тоже не совсем такая, как у обычных людей, не совсем легко померить кожно-гальваническую реакцию. Но если удается, то видно, что они все равно ничего не боятся до того момента, как они сделают вдох. А когда они делают вдох, они боятся еще и побольше, чем обычные люди. То есть из этого можно сделать вывод, что мы всегда думали, что амигдала нужна для того, чтобы бояться, а, скорее всего, бояться мы умеем и без нее, а амигдала нужна для того, чтобы предчувствовать страх, для того, чтобы бояться заранее, для того, чтобы бояться тогда, когда ничего страшного еще не произошло. И если амигдалы нет, то эта способность будет у вас нарушена. И вот здесь интересно вот что. Мне нужно полминуты перерыва. Интересно то, что с одной стороны мы можем повредить человеку какой-то маленький участок мозга, например, маленькую амигдалу, и это приведет к каким-то довольно заметным изменениям в поведении. А с другой стороны мы можем внести человеку в мозг довольно серьезные изменения, и при этом никаких видимых нарушений в поведении мы можем не заметить. Так было, например, с операциями по перерезанию мозолистого тела, нервных волокон, которые связывают одно полушарие с другим. Людям это иногда делали для того, чтобы тоже лечить тяжелую эпилепсию, для того, чтобы предотвратить распространение эпилептического припадка с одного полушария на другое. И, казалось бы, вы перерезали много волокон. Это, казалось бы, более серьезное вмешательство, чем даже лоботомия, в том варианте, в котором вы перерезаете связи между лобной корохи и другими отделами мозга. Вроде бы должно что-нибудь происходить, но на первый взгляд совершенно ничего не происходило. У людей не нарушалась координация движений, у людей не нарушалась личность, не нарушалась память. Все у людей было нормально. Известный неребиолог Карл Лэшли пошутил даже по этому поводу, что, видимо, мозолистое тело нужно для того, чтобы два полушария не отвалились друг от друга. Но это было странно, и поэтому будущий нобелевский лауреат Роджер Спири посвятил свои усилия тому, чтобы понять, что все-таки меняется в мозге у людей и у животных, в том случае, если вы помешали двум их полушариям общаться друг с другом. Я могу рассказывать эту историю подробно, я могу рассказывать ее коротко. Насколько вы готовы усваивать новые сложные знания? Хорошо. Если вам будет скучно, то вы можете уткнуться в телефон. Смотрите, у нас есть два полушария. Я сейчас сотру человечков, буду рисовать мозг. Вы можете пока рассматривать вот этот мозг. Я буду рисовать примерно то же самое, но по кускам, для того, чтобы было более понятно, какой кусок там для чего. Вот у нас есть человек или животное, неважно. Это человек вид сверху, вот это у него ушки, вот это у него глазки. Глазки нарисованы в данном случае вот так. Сейчас объясню, почему. Вот это у него спина. Чтобы было понятно, что это спина, пусть у него будет косичка расти сзади, с затылка. Человек вид сверху. У человека есть правое полушарие, вот правое. И у человека есть левое полушарие, левое. А это у человека глаза, то есть конкретно две сетчатки двух глаз. И вот что мы знаем про то, как устроены две сетчатки двух глаз. Мы знаем, что они отправляют информацию с разных своих половин в разные полушария. Вот у нас есть левая половина сетчатки. А левая половина сетчатки, соответственно, взаимодействует с правым полем зрения. То есть если у нас какой-то стимул, допустим, страшный опасный таракан появился с правой одной стороны, то лучи света от него проецируются именно на левую половину сетчатки. А от левой половины сетчатки информация поступает в левое полушарие. Она поступает вот сюда. И из этого глаза второго она тоже поступает вот сюда. И наоборот, если у нас правая половина сетчатки, которая отвечает за левое поле зрения, вы пока успеваете следить за мыслью, то из нее вся информация идет наоборот вот так в правое полушарие. То есть первая часть вот этого эволюционного безумия заключается в том, что у нас такое хитрое поступление информации в мозг, что то, что мы видим в правом поле зрения, оттуда вся информация поступает в левое полушарие, на левую половину сетчатки и в левое полушарие. И наоборот, то, что мы видим в левом поле зрения, оттуда вся информация поступает в правую половину. На этом эволюционное безумие не заканчивается. У нас, кроме того, еще и мышцами тела мозг управляет шиворот на выворот. У нас левое полушарие управляет правой рукой и правой ногой, а правое полушарие управляет левой рукой и левой ногой. С чем это может быть связано? Это становится более понятным как раз в свете вот этой вот картинки про страшную опасность. Потому что представьте себе, вы увидели страшную опасность справа. Это означает, что реагировать на страшную опасность вам желательно именно правой рукой, именно правой ногой. Вы увидели таракана справа, вам нужно на правую ногу отправить сигнал для того, чтобы от этого таракана отпрыгнуть. Или на правую руку для того, чтобы этого таракана прихлопнуть. И в этом смысле вам может это сэкономить время, если вы отправляете сигналы именно левым полушариям, потому что в него информация попала первой. В принципе, у разных животных это немного по-разному распределено. Это может меняться в ходе эволюции. Степень вот этой асимметрии, степень вот этой перепутанности, она может быть разной. Но у высших мелькопитающих она довольно четкая и выраженная. Эта асимметрия у нас зрительная система устроена таким образом, что информация об опасностях, поступающих справа, попадает в левое полушарие и поэтому оказывается выгодным именно из левого полушария отправлять сигналы на правые конечности для того, чтобы спасаться от опасности. И вот эти свойства нашего мозга собственно планировал использовать Роджер Спири для того, чтобы ставить хитрые тонкие эксперименты, связанные с тем, чтобы смотреть, что все-таки меняется в мозге у людей, если им перерезать мозолистое тело. Обычно мы никакой особой разницы между функциями полушария не замечаем, потому что у нас есть мозолистое тело. Вот эта толстая-толстая-толстая нервная перемычка, которая обеспечивает коммуникацию между правым и левым полушарием, и любая информация, которая оказалась в одном из них, довольно быстро попадает и в другое тоже. Но вот людям в случае с эпилепсией это мозолистое тело перерезали по медицинским показаниям, и при этом вроде бы ничего страшного с ними не происходило, вроде бы нормально с ними все было. Вполне они справлялись с жизнью. Спири начал с экспериментальных животных. Он начал с котиков. Котикам он тоже перерезал мозолистое тело. И кроме того, поскольку они котики, то им он мог себе позволить перерезать еще и вот это место, вот этот перекрест срительных нервов. А если вы перерезали перекрест срительных нервов, то смотрите, вообще получается суперудобно. У вас теперь получается, что от всего левого глаза вся информация поступает только в левое полушарие, потому что здесь вы перерезали дорогу. И наоборот, от правого глаза вся информация поступает только в правое полушарие. И поэтому в случае экспериментального животного вы вообще можете делать суперудобные эксперименты. Вы можете просто-напросто закрыть ему один глаз. Вот портреты этих котиков. Спери, у него имя Роджер, веселый Роджер и его веселые пиратские коты. Такие классные. И дальше вы делаете интересные вещи. Вы закрываете коту одно полушарие, и после этого обучаете, извините, закрываете коту один глаз, и после этого обучаете его выполнять какое-нибудь задание простое. Например, вы обучаете его тому, что если он выберет кнопку с треугольником, то ему дадут еду, а если он выберет кнопку с квадратом, то ему ничего не дадут. Кот этому быстро научается. Вы его тестируете, он всегда делает правильно, он всегда нажимает на треугольник, и он никогда не нажимает на квадрат. Дальше вы снимаете ему повязку с одного глаза и надеваете на другой глаз. И выясняется, что кот вообще не в курсе. Выясняется, что кот больше не знает, что ему делать и на какую кнопку нажимать, в том случае, если он видит задание другим глазом. Вы можете его научить в этой новой ситуации делать наоборот. Вы можете научить его, что еда появляется тогда, когда вы показываете квадрат, и надо выбирать квадрат. Еды нет тогда, когда вы нажимаете на треугольник и, соответственно, не выбираете треугольник. Вы можете научить одно полушарие выбирать треугольник, второе полушарие выбирать квадрат, и дальше, в зависимости от того, какой глаз вы закрываете коту, он всегда будет вести себя последовательно. Такая же история с лапами Вы можете сделать экспериментальную установку таким образом Чтобы пользоваться можно было только правой лапой или только левой лапой А правая лапа управляется левым полушарием Левая лапа управляется правым полушарием И вы можете научить кота, например, что нужно нажимать только на шершавую педаль А на гладкую не нажимать И одну лапу и одно полушарие вы этому научите А вторую лапу и второе полушарие вы можете научить чему-то совершенно противоположному То есть с тех пор, как вы перерезли мозолистое тело, волушария перестали обмениваться жизненным опытом. Вы можете какое-то новое воспоминание, какой-то новый навык? Да? У кота случится когнитивный диссонанс. Кот будет нажимать лихорадочно, беспорядочно, то так, то так, пока ему не выпадет какая-нибудь награда. Дальше все зависит от того, как вы запрограммировали установку в тот момент, когда вы забыли надетему повязку. И дальше он будет, соответственно, уже всеми полушариями, если у него открыты все глаза, учиться нажимать так, как была запрограммирована установка в этот момент. И, соответственно, получается, что они не обмениваются информацией. У вас независимая память о событиях в одном полушарии, независимая память о событиях в другом полушарии. Собрав вот эту первоначальную информацию, убедившись на котах, что все-таки, как ни казалось, а разница есть между теми, у кого перерезно мозолистое тело и теми, у кого не перерезно мозолистое тело, Спери приступил к экспериментам на людях. Ну, точнее, к приглашению в лабораторию тех, кому по медицинским показаниям перерезали мозолистое тело, и они соглашались заодно помочь науке. Этим людям, конечно, зрительную хиазму, перекрест зрительных нервов никто не перерезал. Она у них сохранялась. И, соответственно, вы не могли просто закрывать им один глаз или второй, но вы могли точно так же показывать им что-то в левое поле зрения или показывать что-то в правое поле зрения. Опять же, во-первых, есть вот эти свойства зрительной системы. Во-вторых, есть тот факт, что у людей левое полушарие управляет правой рукой, правое полушарие левой рукой. И третья ценнейшая особенность человеческого мозга в том, что у большинства людей речь находится в левом полушарии. Центры брака и верники, позволяющие говорить члены раздельно и понимать обращенную к вам речь, они могут быть в обоих полушариях, могут быть в правом, но у подавляющего большинства людей, практически у всех правшей, они находятся именно в левом полушарии. Поэтому левое полушарие умеет говорить, а правое полушарие не умеет говорить. И поэтому, например, если вы показываете человеку две разные картинки, в одно поле зрения вы показываете ему курицу, а в другое поле зрения вы показываете ему мячик и просите назвать словами, что именно он увидел. Давайте лучше нарисуем, сотрем этого ужасного таракана. Вот смотрите, вот у вас есть левое полушарие, и в левом полушарии вы показываете курицу. Это курица. Вы простите. И одновременно у вас есть правое поле зрения. Нет. Вот это у нас будет правое поле зрения. А вот это у нас будет левое поле зрения. И в левое поле зрения вы показываете ему, ну, пускай, мячик. Это мячик. И дальше вы спрашиваете человека, что вы ему показываете. И человек вам говорит, как вы думаете, что? Да, совершенно верно. Человек говорит вам, что ему показали курицу, потому что курица увидит его левое полушарие, которое умеет говорить и умеет отвечать на вопросы. В то же самое время, если вы положите перед человеком на стол карточки с изображениями разных вещей и попросите его взять карточку с изображением того, что он видит перед собой на экране, и попросите его сделать это левой рукой, который управляет правое полушарие, то он у вас выберет карточку с чем? Он у вас выберет карточку с мячиком. Потому что правое полушарие в курсе только того, что показывает мячик, и левой рукой вы можете взять этот мячик, и вы можете, соответственно, этот мячик использовать. И такого рода экспериментов было проведено много. Действительно, полушария не взаимодействуют, полушария не обменивается информацией, каждая полушария видит что-то свое. Вот можно показывать, например, слово, слово сердце, hard. Но когда вы спрашиваете человека, что он прочитал, то он отвечает вам, что здесь написано искусство, потому что он видит слово искусство своим левым полушарием, которым он может это озвучить. А если вы попросите его выбрать левую рукой карточку, на которой написано то слово, которое он прочитал, то он выберет слово he. Про это есть замечательная научно-популярная книжка. Называется «Кто за главного?» Автор Майкла Газаника. Вот тот самый Газаника, который вместе со Спейри делал все эти эксперименты. Правда, Нобелевку Спейри дали, а Газаники не дали. Так бывает, к сожалению. Но Газаника зато написал крутую научно-популярную книжку, которая как раз недавно, в прошлом году, была переведена на русский язык истинно-истательством корпуса. Он там травит огромное количество баечек про этих людей с рассеченным мозгом и вообще обсуждает философские вопросы о том, где в мозге хранится личность, где в мозге хранится свобода воли и все вот такое. И оттуда моя любимая история про одну пациентку, которой показали страшное кино. Страшное кино про то, как человек падает в огонь. Показали ей таким образом, что она посмотрела его только правым полушарием. Правая полушария бессловесна. Правая полушария не может объяснить, что она видела. Но у правого полушария достаточно мощностей для того, чтобы запустить общую стрессорную реакцию, для того, чтобы вызвать учащенное сердцебиение, вызвать усиленное патоотделение, вызвать выброс адреналина. И таким образом человек как целая, человек как тушка, человек как организм испытывает страх. Левая полушария со своей стороны чувствует, что у него учащенное сердцебиение, усиленное патоотделение, страх, и при этом совершенно не знает, в чем дело. Левая полушария гадывается по сторонам и сообщает, «Меня пугает доктор Газанига». Мне кажется, что это невероятно важная история про нас всех, даже в том случае, если у нас не рассечен мозг. Что мы все склонны испытывать какие-то физиологические чувства и пытаться объяснять их внешними причинами. У меня вот эта фраза про то, что меня пугает доктор Газанига, вошла в семейный лексикон. Я с этого начинаю любые необоснованные придирки. То есть если ко мне вот ходит муж и спрашивает, чего я такая злая и вредная, я говорю, «Меня пугает доктор Газанига, но я думаю, что это потому, что на кухне бартак». Я в данном случае имею в виду, что, скорее всего, у меня недосып, простуда, переутомление и все такое. Но поскольку это все я не отслеживаю, то я думаю, я ищу во внешнем мире, к чему бы мне придраться, и думаю, что проблема моя в том, что на кухне был оставлен бартак. Хотя понятно, что в нормальном состоянии этот бартак меня бы вообще никак не беспокоил и не взволновал. Мне кажется, что начинать любые свои претензии со слов «меня пугает доктор Газанига», хотя бы мысленно взвешивать, точно ли вас пугает доктор Газанига или, может быть, вас пугает то, что вы увидели правым полушарием и не осознали этого. Это, в общем, довольно полезная практика. Но ладно еще, ладно еще, травмы еще не очень большие. В общем и целом, вот вы просто аккуратно вмешались в мозг, аккуратно перерезли там мозолистое тело. Это даже не серое вещество. Это нервные проводящие пути. У вас там, может, ни один нейрон не погиб, ни один волос не упадет из головы без ведома. Бывают штуки посерьезнее. Вы наверняка сто раз видели в новостях какие-нибудь картинки вот такого типа, что нашли человека, который жил прямо вообще совсем-совсем без мозга и, тем не менее, ходил на работу, был клерком, все у него было нормально. Таких случаев действительно описано несколько. Такие случаи, как правило, связаны с гидроцефалией. У нас есть в мозге такой водопровод. У нас в мозге есть желудочки, в которых циркулирует спинномозговая жидкость. Существует заболевание гидроцефалия, при котором отток жидкости от этих желудочков нарушается и жидкость начинает там накапливаться и начинает давить на мозг и сдавливать его. Чаще всего это происходит в детстве, и это хорошо, потому что если это произошло в младенчестве, то все педиатры, они натренированы обращать на это внимание. Если педиатр рассматривает вашего младенца и видит, что у вашего младенца как-то слишком быстро растет голова, потому что младенцы еще гибкие, податливые, не сросшиеся кости черепа, то врач сразу может заподозрить гидроцефалию, сразу может отправить вас на анализы, на снимки. И в том случае, если гидроцефалия правда обнаружится, то человеку быстро сделают операцию, проведут, например, шунтирование для того, чтобы улучшить отток жидкости от желудочков, и все будет хорошо. Похуже бывает, если гидроцефалия началась уже во взрослом возрасте, уже тогда, когда мозг у вас есть, а череп у вас твердый, и, соответственно, расти вашему мозгу некуда, и мозг оказывается сплющенным между вот этими желудочками, в которые накачивается спинномозковая жидкость, и твердым черепом. Опять же, в большинстве случаев все обходится хорошо, потому что у вас начинаются какие-нибудь симптомы. У вас начинается, например, сильная головная боль, тошнота, еще какие-то проблемы, и вы приходите к неврологу, невролог отправляет вас на разные диагностические обследования, обнаруживает, что у вас началась гидроцефалия, и опять же назначает вам операцию по оттоку жидкости. Но все-таки известно несколько случаев, связанных, по-видимому, с тем, что эти изменения проходили довольно постепенно, и мозг в значительной степени успевал перестроиться, в значительной степени успевал скомпенсировать те повреждения, которые к нему проходили, и человек сохранял высокую степень жизнеспособности, несмотря на то, что для мозга у него оставалось все меньше и меньше места. Один известный случай — это 20-летний студент, у которого был IQ 130, он изучал математику в университете, он пришел к врачу с жалобами на то, что ему уже 20 лет, а у него все еще не началось половое созревание. То есть не было там ни полюции, ни эрекции, ничего такого, что вообще-то к 20 годам у людей уже обычно вполне себе есть, насколько мне известно. И его врач обратил внимание на то, что у него довольно крупная на вид голова, отправил его просто на анализ, увидел, что да, действительно у человека очень мало осталось от мозга, что, опять же, никак не помешало ему быть студентом-математиком вполне успешным, процветающим. Вот эта фотография на самом деле не его, это фотография 40-летней женщины, которая в этом возрасте пришла к врачу с жалобами на головную боль. Это единственное, что ее беспокоило. У нее все было в порядке, у нее было IQ 100, 98, если быть точным. Она работала администратором, она в качестве хобби учила иностранные языки, знала их 7 штук. Так что, если вы знаете меньше, чем 7 иностранных языков, то устыдитесь. В общем, такие вещи бывают, такие вещи можно заподозрить, потому что все-таки немножко череп растет. Вот у этой женщины окружность головы была 62 сантиметра, у меня лично 54. Или, может быть, наоборот, у нее 64, у меня 52. Это тоже было где-то записано, но, в общем, порядок цифр вот такой. Но большая голова, бывает и красиво. Вот люди специально прически делают, чтобы голова касалась больше. А может быть, на самом деле это вот что. Но в то же самое время бывают случаи, когда даже резкое повреждение мозга удивительным образом не привело к каким-то явным, серьезным, выраженным проблемам. Вот в 2017 году группа ученых международная описала случай одной конкретной пациентке из Аргентины. Женщина с 40 с небольшим лет работала менеджером в Международном банке в Аргентине, все у нее было хорошо, но потом у нее произошли два инсульта с разницей в несколько месяцев между ними. И эти два инсульта прямо очень серьезно повредили ее мозг. Вот это срезы на разной высоте, которые красным отражают, какие части мозга были повреждены. Видите, большая-большая часть лобной, лобной как раз маленькой, высочной теменной коры в правом полушарии, и левая полушария тоже затронутая, и, в общем, много чего затронуто. Вот такая, по сути, оказалась в мозге дырка поврежденная полностью. И при этом у нее все было хорошо. То есть то количество неврологических нарушений, которые она проявляла, не шло вообще ни в какое сравнение с тем масштабом повреждений, которые были у нее в мозге. У нее, в принципе, все было в порядке. Ее в течение многих недель очень тщательно осматривала большая международная группа врачей. Они давали ей кучу разных тестов, самых разных неврологических тестов. Ну вот, например, такой тест. Я стучу по столу один раз, вам нужно хлопнуть два. И наоборот. Если я стучу два, то вам нужно хлопнуть один. Ну вот у вас получается, у нее тоже получается ничуть не хуже, чем у вас. тест на грамматику и семантику, в котором вам дают какое-то незаконченное предложение, и вам это предложение нужно закончить таким словом, которое подходит по грамматике, то есть, ну там, скажем, существительное женского рода единственного числа, но при этом не подходит по семантике, то есть по смыслу какая-то фигня. Ну, например, Москва — столица нашей... Да, природы, ежевики, сестры, чего угодно. Я понимаю, что это импульс, которому совершенно невозможно противостоять. Это не потому, что у вас инсульт, это потому, что это слишком, слишком, слишком сильно проявлено. Про это есть у Каннивана прекрасная книжка «Думай медленно, решай быстро» про систему 1, которая принимает быстрые интуитивные решения, которым совершенно невозможно противостоять. Это нормально. Но, тем не менее, если вы сосредоточитесь, вот давайте дадим вам еще один шанс. Ягоды растут на... Ну, сосредоточенно сложно, я понимаю, тут все-таки я, все люди меня боятся, это нормально. Я когда вижу своего научного руководителя, профессора Матео Фиура, я тоже не могу ничего сказать о смысленном. Все в порядке. Вот, соответственно, люди все-таки обычно справляются с этим заданием. если, конечно, там не присутствует профессор Матео Фиура, но в этой группе исследователей его не было. И вот эта пациентка, ее звали CG, тоже с этим заданием справлялась. И с кучей, кучей, кучей разных других заданий она справлялась, то есть что у нее они тестировали, ей показывали видео, на которых нужно было распознавать эмоции людей. Она благополучно их распознавала. ей давали вкусы разные, сопоставлять кислые, горькие и так далее. Она нормально все это делала. То есть ей давали задания с учетом того, какие способности у нее должны были быть по логике вещей повреждены, и как-то все было в порядке. Вот единственное, к чему прикопались ученые, что она запахи различала немножко хуже, чем обычные люди. У нее был выше порог восприятия запахов, и похуже она различала разные запахи один от другого. Но право же после того, как у вас два инсульта разрушили половину вашего мозга, всем бы иметь такие проблемы, вот честное слово. Исследователи не могут объяснить, почему так получилось. Может быть, она феномен. То есть она, скорее всего, феномен. Вопрос в том, почему она феномен. Может быть, у нее как-то просто совершенно по-другому, чем у других людей, распределены все функции в мозге, и они просто что-то не то искали. То есть что те функции, которые они ожидали обнахожить в зоне попреждений, у нее находятся где-то в других местах, а повредились у нее какие-то те функции, которые не догадались проверить, потому что обычно они у всех людей находятся в другом месте. Может быть, у нее какие-то уникальные способности к восстановлению, потому что, в общем и целом, эти исследования проводились уже через год после того, как она пережила свой второй инсульт. Может быть, эти два инсульта каким-то образом сыграли против друг друга. То есть, ну так бывает, да? У нас же для каждой функции есть какие-то активирующие эту функцию зоны мозга, подавляющие эту функцию зоны мозга. Может быть, вот сначала повредились одни, а потом очень удачно, очень симметрично повредились другие, и в итоге вышло так на так, как будто бы ничего и не было. Исследователи даже отмечают, что она вела правильный образ жизни, всегда не курила, занималась спортом, играла в интеллектуальные игры, ходила на научно-популярные лекции, и, может быть, все это спасло ее. В общем, иногда некоторым везет. Надо изучать, почему везет. Это может помочь когда-то и нам тоже. Что я имею сказать глобально? Глобально я имею сказать, что вот у меня в 2019 году выйдет книжка, которая будет состоять из трех частей. Примерно таких. Во-первых, я пытаюсь донести до общественности, что мозг имеет физическую природу, что наши выборы, мысли, решения, эмоции и так далее появляются благодаря работе каких-то нейронов. В некоторых случаях эти нейроны можно найти. В некоторых случаях на них можно повлиять. В других случаях найти их сложно, потому что это какие-то сети, распределенные по многим разным отделам мозга, которые локализовать проблематично, но в принципе они все равно где-то есть. Во-вторых, мозг способен меняться. Когда у вас он медленно повреждается благодаря тому, что у вас медленно расширяются желудочки, вы в значительной степени можете это компенсировать. Когда у вас произошла какая-то травма, вы в значительной степени можете это компенсировать. Когда вы чему-то учитесь, например, слушаете научно-популярные лекции, вы выращиваете в себе новые нейронные связи, вы обновляете нейронный контур Ася Казанцевой и ее лекции, в том случае, если он у вас в мозге есть, вы меняете в себе мозг каждый раз, когда вы принимаете какое-то решение. Третья важная история про то, что мозг неоднороден. Что в мозге есть разные отделы, которые приводят к нашему итоговому поведению, находясь в постоянном диалоге друг с другом. Это проявляется на очень разных уровнях организации, от того, как работает наша зрительная система, до того, как работает принятие каких-то серьезных жизненных решений. Вот в этой лекции мы это упоминали в связи с тем, что у нас есть вентромедиальная префронтальная кора, которая тревожится. У нас есть дорсо-алтеральная префронтальная кора, которая призывает к порядку и к правому смыслу. Они ведут друг с другом диалог. Благодаря этому диалогу мы действуем более или менее адекватно. Если какая-то из них повреждается, перестает выполнять свои функции, то вторая получает неадекватное преимущество, и мы теряем реалистичность оценок, по крайней мере, в каких-то вещах, в каких-то событиях. Мы собрались здесь с вами сегодня, 21 сентября, 2018 года, потому что мы с вами не стали собираться здесь 13 сентября. Потому что 13 сентября, в порядке исключения, я проявила себя как человек-петербуржец. Я жила в Петербурге первые 24 года своей жизни. С тех пор следующие ох много. Я жила в Москве, у меня просто с устным счетом плохо, примерно 8. И, соответственно, обычно у меня московская идентичность доминирует. В этот раз, когда речь идет о травмах мозга, у меня доминирует питерская идентичность. Поэтому первыми я эту лекцию читала петербуржцам непосредственно 13 сентября 2018 года. Потому что 13 сентября 1848 года произошло событие, с которого, собственно говоря, началась современная нейробиология. И мы все еще его празднуем. Вот уже неделя прошла. Я 6 октября про это буду в Челябинске рассказывать. И все еще будем праздновать это событие. Мы празднуем день рождения нейробиологии. Потому что ровно 170 лет назад произошел взрыв при прокладке железнодорожных путей, с которого, собственно говоря, началась современная нейробиология как наука. Когда вы хотите взорвать железнодорожные пути, извините, пути взрывать не надо. Когда вы хотите взорвать скалу для того, чтобы через взорванную скалу проложить рельсы, и вы при этом находитесь в XIX веке, вот на этом примерно месте, вот примерно на эту самую скалу, то вы должны высворить сначала отверстие, потом это отверстие насыпать порохом, потом сверху насыпать инертного материала, пропустить через все это фитиль, утрамбовать все это железной палкой и поджечь. И вот 13 сентября 1948 года молодой амбициозный бригадир Фениас Гейдж занимался проверкой качества закладки пороха. И утрамбовывал его железной палкой. В этот момент его отвлек коллега, Фениас Гейдж обернулся через травое плечо и неудачно пошевелил палкой. Палка высекла искру, и палка как снаряд вылетела и пробила Фениаса Гейджу голову, уничтожив значительную часть лобной коры в левом полушарии. Фениас Гейдж выжил. Фениас Гейдж своими ногами дошел до повозки, собирался вернуться к работе, к работе быстро не вернулся, лежал несколько дней в лихорадке, даже несколько недель лежал в лихорадке, но потом все-таки выздоровел. Но уже в первые же дни после того, как он получил травму, врачи и друзья, которые за ним ухаживали, наблюдали, что он very childish, как они говорили, очень инфантильный, очень импульсивный. Он, например, в конце ноября, все еще будучи слабым после этого взрыва, пошел, несмотря на все попытки его остановить, гулять без куртки, еще дополнительно простудился. Его хотели удержать дома под одеялом, лежать после травмы. Нет, он пошел гулять под дождем без куртки в ноябре. И к апрелю он был уже полностью здоров физически, но при этом очень сильно изменился интеллектуально. До этого это был такой серьезный, амбициозный молодой человек. После этого он стал очень импульсивный, он склонен был сквернословить, он не выполнял никаких своих обещаний, он свистел вслед за телочкам, он не воздерживался от еды и алкоголя, он вел себя вообще как полный придурок. И все его друзья и знакомые говорили, это больше не гейдж. Он больше не смог работать бригадиром, потому что его коллеги ни в чем не могли на него поручиться и ничего не могли положиться, и ничего не могли ему поручить. Он много путешествовал, менял много жизненных мест, долго работал в Чили, но прожил после этого еще 12 лет. И вот за пару лет до его смерти другой врач встречал его в Чили и говорил, что Финниас Кейдж производит впечатление вообще-то совершенно нормального человека. По разным данным, то ли в 60-м, то ли в 61-м году он вернулся домой, и родственники описывают, что все нормально было, он собирался снова начинать строить хорошую карьеру, но, к сожалению, у него случились эпилептические приступы, возможно, связанные с травмой 12-летней давности, и он умер. Он умер, врачи его даже не сразу об этом узнали, поэтому не смогли тщательно исследовать его мозг и посмотреть, что конкретно было повреждено. Но в любом случае, скорее всего, то, что было повреждено 12 лет назад, к моменту его смерти уже в значительной степени восстановилось. Но, в общем и целом, это было самое раннее из хорошо задокументированных и самое хорошо задокументированное из ранних свидетельство того, что личность у нас хранится в мозге, что, повреждая мозг, вы повреждаете личность, что, с другой стороны, каким-то образом развивая мозг или воздействуя на него, вы можете развивать личность, что эта штука работает в обе стороны, что мозг материален, что мозг пластичен и что мозг способен к внутреннему диалогу между собой и собой. И все это, в общем и целом, довольно хорошие новости, которые уже и сейчас способствуют и в светлом будущем еще много будут способствовать каким-то именно медицинским прорывам, которые не имеют никакого отношения к этой лекции, но когда-нибудь мы поговорим и про них тоже. Спасибо. Если у вас есть вопросы, то поднимайте руку, я к вам подойду. А если вы устали и хотите домой, то разрешается тихонечко сбежать. Да, чтобы не было такого, что все бегают, а мы тут разговариваем. Нет? Никто? Есть кто-то? Так, давайте начнем. Спасибо. Большое спасибо за лекцию. Простите, что мы вас тут держим в таком состоянии. Такая моя работа, все в порядке. Да. Когда я сдохну, я скажу. Тем более, что нас все равно выгонят через 40 минут. Всего-то на все. В общем, вопрос насчет пациентов с гидроцефалией. Получается, это уже взрослый человек со сформированной личностью. Сейчас. Предпринимаются ли какие-то медицинские меры, чтобы снизить эту степень гидроцефалии и влияет ли это как-то на личность этих пациентов? То есть это как бы в каждом случае это выбор врача и выбор пациента или в любом случае принимаются и человек просто теряет себя. Если вы имеете в виду людей, у которых уже развилась вот такая выраженная гидроцефалия, то их на самом деле просто не очень много. И выбор стратегии лечения действительно обсуждается в каждом случае индивидуально с врачом. Ну то есть скорее всего им делают вот эту операцию по шунтированию и делают так, чтобы жидкость все-таки отлила. Но понятно, что нейрих рук каждый раз конкретно смотрят, насколько именно можно позволить себе теперь уменьшить эти увеличенные желудочки для того, чтобы нейронам вообще осталось на что операция и на что держаться. И эти вещи, ну правда, слишком маленькая статистика. Не могу сказать, если... Мне кажется, тут нет какой-то универсальной стратегии лечения, именно потому, что все-таки таких людей немного. Ну, немного задокументировано. Ну да. Спасибо. Да, не стесняйся, поднимайте руки. Там же сайте девочка уже давно. Да, вижу, вижу. Передайте. Спасибо. Здравствуйте. Я буду с нетерпением ждать вашу книгу. Хотя, желательно было бы пораньше ее выпустить, но у меня вопрос по поводу нарушения в аникдале. То есть, если у людей есть какие-то болезни, то есть генетические или физиологически связанные с аникдаллой, то отсутствует ли у них страх перед нарушением каких-то моральных норм? Вот. Я думаю, что не обязательно, потому что вряд ли страх перед нарушением моральных норм хранится только там. То есть, когда мы говорим о чем более сложное и развитое поведение, о котором мы говорим, тем больше мы можем предполагать разных отделов мозга, которые в него задействованы. То есть, если мы говорим именно о страхе наказания, тогда, да, страх наказания скорее всего снижается. Как у человека, у которого повреждена амигдала, так и у человека, у которого, например, повреждена вентромидиальная префронтальная кора, растолковывающая сигналы от амигдала. Но при этом морально-нравственные ценности, скорее всего, хранятся не только там. Морально-нравственные ценностей хранятся еще как минимум, например, в гиппокампе, в высочной коре, которая связана с памятью и с предшествующим опытом о том, что лучше для общества, чтобы все вели себя хорошо, чем чтобы все вели себя плохо. Вероятно, в лобной коре, которая связана с оценочными суждениями. Я имею в виду более высокие отделы лобной коры, типа доразолатеральных. То есть такие вещи хранятся много где. Если человек от плохого поступка останавливает только страх наказания, тогда, да, скорее всего, амигдала, если ее повредите, человек встанет. Плохим. Но большинство людей удерживает плохого поступка, не только страх наказания. То есть если бы мы с вами тут были вдвоем, я могла бы вас задушить, несмотря, и допустим, что никто бы никогда этого не узнал, я бы все равно не стала вас душить, потому что я не хочу вас душить. Вы очень милая, и зачем вообще? Даже если бы у меня за это ничего не было, независимо от того, есть у меня амигдала или нет, потому что я не душу вас ни от того, что у меня амигдала, я боюсь этого делать, потому что я не вижу в этом смысл. Надеюсь, как и вы относительно меня. Хорошо. Я не буду вас душить. Спасибо. Есть такое удивительное генетическое нарушение, которое называется, кажется, синдром Вилтона, но я сейчас могу наврать, в котором у детей и у взрослых тоже не очень хорошо работает амигдала. И там известно, что с этими детьми есть проблема, что они совершенно не боятся маньяков. Что когда к ним подходит мрачный хмырь с топором и говорит, мальчик, пойдем со мной, то у нормального ребенка в таком ситуации амигдала настораживается, отправляет сигналы опасно, опасно, давай не пойдем. А у человека с вот этим заболеванием не настораживается, и, соответственно, он радостно идет, и это требует дополнительного внимания от педагогов для того, чтобы эти дети не ушли с кем попало. Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос. Недавно на просторах интернета наткнулась на такую историю, я не знаю, это миф или это как-то научно подтверждено. В общем, ряд товарищей был приговорен к казни. И вот перед тем, как первого товарища казнить, ему предложили любое желание. И он сказал, что вот после того, как вы мне отрубите голову, если я пройду мимо нескольких человек, вы их освободите. И вот вопрос, что им движило, потому что он действительно встал и прошел мимо всех, человека всех отпустило, и, получается, голова валялась где-то, и ничего в тело не посылало, никакие импульсы, ничего. Как он вот это сделал? Возможно ли это? Спасибо. Ну, смотрите, да, это пересекается с вот этой историей удивительной про то, почему людям, даже если повредить мозолистое тело, у них все равно не нарушается координация движений. То есть они спокойно ходят, и некоторые даже на музыкальных инструментах играют. Потому что мы управляем движениями не только с помощью моторной коры, которая находится высоко, мы управляем движениями, в том числе и с помощью более низкорасположенных структур, и в промежуточном мозге, и в среднем мозге, и в том числе даже в спинном мозге. То есть когда мы просто идем куда-то, ни о чем не задумываясь, в принципе, мы можем это делать, ну вот управлять самими шагами, ритмом шагов, на уровне практически спинного мозга. Головной нам нужен больше для того, чтобы подумать, куда мы хотим идти. И, в общем, наверное, технически это возможно, если вы перед самой смертью так сильно концентрируетесь на том, чтобы отправить вниз на те структуры, которые сохранятся, очень-очень сильную команду про то, что идея обязательно. Наверное, этого можно достичь, хотя надо смотреть, опять же, насколько конкретно этот случай задокументирован и правдив. По крайней мере, с курицами так точно можно. Курицы бегают после того, как им отрубить голову. И был знаменитый один безголовый петух, я забыла, как его зовут, но можно погуглить, который жил 10 или 18 месяцев после того, как им отрубили голову. Его кормили, засовывая в пищевод зернышки. У него там осталась какая-то маленькая часть, нижняя часть мозга, которой ему хватило для того, чтобы жить. Такая же проблема есть, например, с сосном у акул. У акул проблема в том, что они должны плавать, для того, чтобы у них вода омывала жабры, для того, чтобы происходил газообмен между акулями, жабрами и водой. Но непонятно тогда, как акуле спать, потому что если акула засыпает, то как же она будет плыть, и как же она тогда не задохнется и не утонет. И вот известно, что, по крайней мере, некоторые акулы точно умеют плавать с помощью спинного мозга, головным при этом спокойно спя. Некоторые, может быть, не умеют, но зато они ложатся в потоке воды, подземные, подводные течения, и спят в них для того, чтобы вода омывала им жабры. Спасибо большое. Остается интересным, знал ли этот преступник, наверное, он был нейробиологом, чтобы все это знать. Ну, вполне вероятно, да. Нам рассказывали на анатомии человека еще на первом курсе на Барваке давным-давно про другого преступника, который выжил при повышении, благодаря тому, что у нас мозг снабжают, собственно, четыре артерии. Вот две сонные по краям, из них основной поток крови. А кроме этого еще две артерии проходят внутри позвоночника, маленькие. И обычно, когда человека вешают, у него просто ломается шея. Сначала он теряет сознание от того, что мы передавили сонные артерии, потом у него еще ломается позвоночник, и все. А однажды вешали мужичка с очень хорошо накачанными мышцами в шее. И у него настолько мощные были мышцы шеи, что они предотвратили позвоночник от перелома. И благодаря этому у него передавились сонные артерии, он потерял сознание, но при этом в мозг все еще продолжала поступать кровь по тем артериям, которые находятся внутри позвоночника. И когда его сняли свисеть, он пришел в себя и ожил. И благодаря этому мы его отпустили. И вот нам рассказывали об этом на лекциях с призывом качать шею. Потому что всем понятно, где мы окажемся после биофака, в конце концов. Спасибо большое за лекцию. Еще вопрос по поводу повреждения амигдалая. Есть ли примеры, когда люди проживали долгую жизнь с учетом этих повреждений? И какие вообще характерные последствия их ждут? Вот таких нарушений по жизни. Да, примеры такие есть. Смотрите, такого рода повреждения часто вообще не выявляются. То есть это повезло, если случайно вы нашли человека, познакомились буквально случайно где-то с пациентом, и слово за слово выяснилось, что он такой бесстрашный, и вы решили посмотреть ему на амигдалу. То есть большинство людей с той же болезнью урбхэвиты живут без всяких симптомов, и никак у них это не выявляется, просто про них известно, что они очень храбрые. Мы, люди, живем в довольно безопасных условиях, с одной стороны, и редко встречаемся с смертельными опасностями, которые требуют быть достаточно трусливым. А с другой стороны, даже когда мы встречаемся с смертельными опасностями, наоборот, храбрость может скорее поспособствовать тому, чтобы мы выжили, потому что она, например, позволяет напугать маньяка от того, что ваши действия для него непредсказуемы. Если у человека повреждена амигдала, и он не испытывает страха, то это не означает, что он безумен и безрассуден. Это не означает, что он пойдет специально в какую-то опасную для жизни ситуацию. Это не означает, что он специально будет ходить, например, по тросу, натянутому над пропастью, чего ради ему там ходить. Но просто если ему понадобится ходить, то ему это не будет страшно. И в принципе, в ситуации, если ему понадобится ходить, наверное, то, что ему не будет страшно, это как раз снизит вероятность того, что он с этого троса упадет. То есть это скорее не опасное для жизни повреждение. Улучшив его микрофон. Удалить ее сложно. Сложно, она глубоко расположена. Это вот проблема вообще с любыми воздействиями на мозг, даже с неинвазивными, скажем, с транскрениальной стимуляцией, что транскрениальной стимуляцией удобно действовать на то, что находится на поверхности, на кору. А на амигдалу транскрениальной стимуляции не подействуешь, потому что слишком глубоко она находится. Вы магнитным полем так глубоко не добьете, чтобы подействовать на активность амигдала. Ну, нейрологические операции можно, но тоже неудобно подкопаться. Это у нейрологов вообще очень сложная, очень кропотливая работа. Они не будут рисковать всеми теми осложнениями, которые могут получиться в ходе операции на вашем мозге, только ради того, чтобы вы стали храбрее. В конце концов, этого можно добиться и физиологическими, и фармакологическими воздействиями этого можно добиться, с одной стороны. С другой стороны, и тренировкой этого можно добиться. То есть операция на амигдале ради того, чтобы стать более храбрым, абсолютно нерентабельна, неоправданна, и я категорически ее вам не рекомендую. Так, поднимайте руки. Там кто-то был. Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос скорее по поводу описанной истории насчет удаления гиппокампа. У нас вообще-то их два. Вот каковы ваши предположения, почему не произошло какой-то компенсаторной реакции, и почему при удалении одного гиппокампа человек продолжал забывать какую-то новую информацию? Насколько я помню, у него были удалены оба. И правый, и левый. Ну, то есть сейчас, когда вы спросили, я, конечно, немедленно засомневалась. Но мне кажется, что все-таки оба. Я перепроверю, но... Нет, так там схемка же была вообще не про него. А, ну, в смысле, да, схемка была про него. Но, слушайте, чего вы хотите от Олега Навального? Он сидит в тюрьме и рисовал эту картинку. Не имея возможности даже погуглить, с какой стороны вообще гиппокампы подбираются. Нет, по-моему, все-таки оба. Спасибо, что вы спросили. Я уточню, но 96% уверенности у меня. Что оба гиппокампа? Главное, 4% неуверенности теперь есть. Вообще, моя любимая история про нейропластичность, это когда один мужик однажды... Ну, это в наше время. То есть он жив, все дела. У него семья, все хорошо. У него просто заболела голова. Он решил пойти к врачу. Ему сделали обследование. И оказалось, что у него, по сути, весь мозг пуст. То есть у него череп почти пуст. И все, что было, это вот... Как бы... Ну, вот верхняя доля... Ну, это та самая история про гидроцефалию. Ну, да, да, да. Такая же проблема, как у этих... То есть он бы ни о чем и не знал, если бы не проверился. А так, типа, у него почти пустая голова была. Нужен. Нужен. Просто он настолько здорово совершенствуется, что вы можете, если у вас эта болезнь развивается постепенно, довольно долго жить нормально и на тех мощностях, которые остались. Спасибо огромное за лекцию. Было очень интересно. Я хотел бы спросить, а возможно ли хотя бы чисто теоретически пересаживать части мозга? И были ли такие эксперименты... Ну, между людьми, понятно, что такие не будут проводиться, а между животными, например? Ну, смотрите, проблема здесь не в том, чтобы пересадить, а в том, чтобы они начали друг с другом общаться. То есть в общем и целом это технически возможно. Более того, в принципе, такие эксперименты были и с людьми тоже. Когда мы говорим про лечение болезни Паркинсона, там с лечением болезни Паркинсона проблема в том, что у вас гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин, и там есть разные варианты. Там признано применяется, используется микроэлектродная стимуляция, глубокая стимуляция мозга. То есть когда вы вводите электроды глубоко в субклоническое ядро и стимулируете выработку дофамина теми нейронами, которые еще остались в живых, вот это тот подход, который пошел более или менее в клиническую практику. А в ранние времена параллельно с ним существовал еще экспериментальный подход, в котором добывали нейроны, способные к выработке дофамина. Я точно не знаю, с кого. Думаю, что из абортированных младенцев, эмприонов или что-нибудь в этом ходе. Из людей надо полагать, потому что иначе это было бы вообще совсем левые животные нейроны. Не знаю. Не знаю, про эти опыты на самом деле мало известно. Там мало публикаций, и еще меньше из них можно найти в открытом доступе. Но я знаю как факт, что были вот эти исследования с пересадкой каких-то нейронов, вырабатывающих дофамин в мозг людям, и вроде бы от этого были какие-то хорошие последствия в смысле улучшения состояния людей с болезнью Паркинсона. Но другой вопрос, что там эти хорошие последствия могли в принципе теоретически достигаться и без каких-то именно синаптических связей между старыми нейронами и новыми нейронами. То есть теоретически мы можем представить, что эти нейроны просто работали как биохимическая фабрика, которая сидит где-то в мозге, вокруг себя вырабатывает дофамин. Этот дофамин в том числе действует на окружающие нейроны, помогает тому, чтобы они лучше проводили свои импульсы. Может быть как-то так, темная история, я не знаю подробностей. Но проблема главным образом в том, чтобы все связать со всем. Это больше исследуется в связи с не центральной нервной системой, а периперической нервной системой. Вот когда руку отрубил вам, муж, например, в лесу топором, то там главная проблема в том, как ее пришить, в том, чтобы соединить обратно те нервы, которые остались в руке, с теми нервами, которые остались в руке с другой стороны, в принципе, сегодня такое делают. В принципе, сегодня руку отрубленную можно пришить обратно, так, чтобы она более или менее восстановила подвижность. Но это прямо сложно технически. Это при том, что даже когда мы говорим про нервы, которые все-таки видны глазами, которые можно как-то физически соединить друг с другом. А когда мы говорим про нейроны с их крохотными отросточками, аксонами и дентритами, там сами они ни с чем не соединятся, Там нужно как-то выборочно на них капать из пипетки веществами, для того чтобы они начали растить какие-то новые нейроны в какие-то новые стороны. Иначе это будет довольно бессмысленно. То есть пересадить какой-то кусок мозга вы можете, но он будет не связан ни с чем. Как вы какую-то новую микросхему в компьютер запихнете, но проводочки в нее не воткнете, и тогда не будет никакой пользы от того, что там будет эта микросхема. То есть пока что ничего внятного, про это я рассказать не могу. Хотя, опять же, это не значит, что никто не экспериментирует. Может быть, кто-то экспериментирует, а я просто никогда прицельно этого не искала. Я запишу себе, я посмотрю. Два человека вижу. Передайте, пожалуйста, на последний ряд. Я думаю, что на крысах довольно удивительные вещи можно делать. На крысах иногда нейропротезы пытаются делать. Гиппокамт, заменять на микросхему, которая собирает импульсы на входе, отдает импульсы на выходе. А на людях пока, кроме этих историй с паркинсоном туманных, которые не пошли дальше, в клинических испытаниях вроде бы ничего не было. Спасибо за лекцию. А можете, пожалуйста, рассказать про какой сейчас статус изучения частей мозга? То есть все ли мы знаем, что за что отвечает, от чего возникают болезни, вот это вот все. Я просто не особо специалист. Амигдал, гиппокамп отвечает за это, за это. А есть же, наверное, какие-то другие участки. Все ли мы знаем об этом? В общем, интересно. Ну, смотрите, вот эти вот красивые заявления про то, что амигдалы связаны с эмоциями, особенно со страхом. Прилежащее ядро связано с радостью, вознаграждением, чувством лайкинг, чувством ботинг. А гиппокамп связан со страхом. Их все можно делать довольно легко в тех случаях, когда мы говорим про подкорковые структуры. Подкорковые эволюционно-древние структуры, у которых слабая нейропластичность, которые мало меняются, которые в большой степени заданы генами и которые более или менее у всех одинаковые. Когда мы говорим про кору, эволюционно молодую, очень пластичную, сложную, там все гораздо хуже и навсегда будет хуже. То есть в коре тоже есть какие-то моменты, какие-то участки, функции которых более или менее понятны. Ну там вот я упоминала те же самые зоны верники и зоны брака, которые связаны с речью. Но при этом это совершенно не означает, что это единственная зона, связанная с речью. Вообще-вообще-вообще нет. Это совершенно не означает, что они у всех одинаково расположены, нет у всех по-разному. Это не означает, что они единственные, кто для этого нужен, даже что они главные, кто для этого нужен. И это не означает, что они никак не изменяются в ходе жизни, и в ходе опыта, в ходе того, как мы учим какие-то новые языки, например, начинаем пользоваться ими более эффективно. То есть если в подкорке мы хоть как-то можем говорить, что амигдала, страх, гиппокамп, память, то в коре гораздо правильнее говорить, что все отвечает за все. И чем больше это изучают, тем больше выясняется, что все отвечает за все. Страшно много неприятностей, на самом деле радостных неприятностей с моторной корой, например. Потому что с моторной корой 30 лет назад все было ясно и понятно. Вот моторная кора, вот она отвечает за движение рук, ног, чего угодно. Потом стало выясняться, что, например, моторная кора играет большую роль в представлении, в планировании будущих движений, что у вас моторная кора активна не только тогда, когда вы бьете молотком, но и тогда, когда вы думаете о молотке и о том, как вы будете им бить. Но это еще полбеды, казалось бы, вы готовитесь к тому, чтобы бить молотком. Но вот сейчас стали появляться данные о том, что моторная кора нужна для семантики, для самого восприятия смысла слова «молоток». Что пока она у вас не активируется таким образом, как будто бы вы бьете молотком. Так как если бы вы били молотком, то вы не сможете понять вообще всей головой, что вам сказали именно слово «молоток». Что для распознавания смысла этого слова вам нужно воспроизвести соответствующий паттерн активности в моторной коре. Возможно, такая же ситуация со зрительной корой, со всякими зрительными образами. Вы не можете понять смысл слова «желтый» до тех пор, пока вы не представили себе зрительной корой В4, желтый цвет. Это иногда называют «embodiment theory of language», воплощенная теория языка. И это проверяют, например, в той же самой высшей школе экономики с помощью транскрениальной магнитной стимуляции. Там в 2017 году вышла статья, в которой было показано, что если вы с помощью транскрениальной магнитной стимуляции нарушите в правильный момент работу моторной коры, то, правда, люди у вас будут хуже справляться с выполнением заданий на распознавание глаголов. Типа там писать, рисовать, еще что-нибудь делать. То есть в коре все безумно совершенно распределено. Именно поэтому мы очень далеки от реализации какого-то выборочного управления корой. Типа там вот как в фильме «Вечное сияние чистого разума», когда людям убирали все воспоминания об их возлюбленном, в том случае, если у них была несчастная любовь, и они хотели это забыть. В принципе, это возможно. В принципе, возможно найти в мозге все те нейроны, которые связаны с вашим возлюбленным, теоретически, гипотетически. Но, во-первых, совершенно непонятно, как их найти на практике. Во-вторых, скорее всего, они связаны не только с возлюбленным, но одновременно отвечают еще за что-нибудь полезное. Поэтому, если вы их все уничтожите, то ничего хорошего для этого с вашим мозгом не будет. А в-третьих, и в-главных, они совершенно точно не сфокусированы в одном месте. А у вас есть куча-куча-куча разных отделов мозга, в каждом из которых есть что-нибудь про возлюбленного. Поэтому, чем сложнее функция, тем меньше шансов на то, что ее удастся как-то точно локализовать. Было видно, как зал ошевелился, прям возбудился, когда ты сказала, что можно удалить информацию о бывших. Можно, но нет. Здравствуйте. Спасибо за лекцию и за книгу, в принципе, тоже. За две. За две. Ну, я читал просто одну. За две с половиной. Хотел, как бы, блицем, наверное, потому что у меня каскадно. Первое — это вообще отсутствие критического мышления, это болезнь. И вообще можно ее как-то заставить, спровоцировать, чтобы у человека оно возникло, или то, что называется критическим мышлением. Ну, собственно, какая-то интеллектуальная реальная часть развития. Второй вопрос, как бы, можно ли развить интеллект у себя, как наука сейчас объясняет, какие способы существуют. Вот реально поднять свой интеллект, что раньше там, я знаю, в сказке «Не верьте», там 100% мозг на 10 работает, да? Нет такого. Ну, то есть все-таки увеличить как-то его эффективность. И третье. Каким путем можно приобрести питерскую идентичность? Мне вот просто интересно. Отсутствие критического мышления — это не болезнь. Отсутствие критического мышления — это норма. К сожалению, потому что действительно мы с вами эволюционировали в тех условиях, в которых критическое мышление очень часто было нам не нужно. Когда вы живете в дикой природе, и вам нужно решить, убегать от тигра или не убегать, то во многих случаях принимать решение быстро, спонтанно, эмоционально, оказывается более способствующим выживанию, чем остановиться, сесть и задуматься о том, стоит ли убегать от этого тигра, или, может быть, лень убегать от этого тигра. Стоит ли пытаться подкатывать к этой девице, или, может быть, не стоит подкатывать к этой девице. То есть эволюция нас особо не готовила к тому, чтобы у нас, в принципе, было критическое мышление. Те, у кого оно было, совершенно не обязательно выживали и оставляли потомство по сравнению с теми, у кого его не было, и кто сразу чего тут думать, прыгать надо, шел и добивался своих целей. Но мозг не однороден. В мозге у нас по-прежнему есть вот эти эмоциональные центры, прилежащие дро, которое всего хочет, амигдзел, которое всего боится. И есть новенькая, наросшая, дверзолатеральная, префронтальная кора, которая взвешивает ту информацию, которую получила, и пытается остановить человека, пытается думать о том, что делать, пытается взвешивать разные за и против, и принимать решения. Про это есть совершенно офигенский курс лекций по нейроэкономике Василия Андреевича Ключарева из все той же моей любимой высшей школы экономики. Этот курс есть на курсере. Он там на английском, но что делать? Многие хорошие курсы лекции на английском. Ключарев Василий Андреевич. Называется, что это типа введения в нейроэкономику. Абсолютно крутейшая история. Семестровый курс о том, как вообще в мозге разные отделы мозга конкурируют друг с другом. для того, чтобы принимать решения. И с другой стороны, это близко к этой Канеменской истории про систему 1 для интуитивного принятия решений, систему 2 для осознанного принятия решений. То есть условно интуитивная система 1 находится в подкорковых структурах, система 2 находится в коре. Вы Канемены читали? Которые именно упарываются по критическому мышлению. Фанатео Дателизера и Утковского. Нет, но, наверное, если вы ведете с человеком спор, и внезапно вылили ему на голову в ветру холодной воды, то спор ваш на этом закончится. Потому что он от этого отвлечется и пойдет сушиться. Но, слушайте, зависит от ситуации, тут особо больше ничего не сказать. Да, у людей можно находить когнитивные искажения, да, можно к этим искажениям апеллировать. Да, для этого имеет смысл держать в голове разные списки когнитивных искажений, описанных экспериментальными психологами, а также описанных когнитивно-поведенческими психотерапевтами. То есть когнитивно-поведенческая психотерапия, например, это самая научная из всех разновидностей психотерапии. Она занимается главным образом тем, что у нее есть какой-то список ошибок мышления, которые характерны для людей, и она со своими пациентами копается, пытаясь научить их распознавать вовремя у себя в голове какие-то их личные логические ошибки. Типа там ошибку чтения мыслей, когда мы приписываем себе уверенность в том, что мы точно знаем, что о нас думают другие люди. То есть я, например, уверена, что вы сидите и думаете, господи, какая-то поэтелочка с какой-то плохой дикцией, что она о себе возомнила, зачем она вообще нам все это гонит. Я уверена, что вы думаете так, потому что я могу читать мысли. Мой психотерапевт говорит мне, что не надо так делать, что обращается к разуму, говорит, что вы пришли сюда добровольно, значит, наверное, вы думаете что-то другое. И такие вещи достигаются длительной практикой и опытом. Но не пытайтесь приобретать питерскую идентичность, потому что если у вас питерская идентичность, то вы всегда будете думать про всех людей вот так, что они сидят и вас ненавидят. Поднимайте еще руки, если у вас есть вопросы. Ой, сколько много. Спасибо. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Другую интересную. У меня два вопроса. Во-первых, касательно удаления воспоминаний. Нет, я не хочу себе удалять воспоминания, у меня слишком хорошая жизнь. А что тогда конкретнее происходит во время амнезии? Это какой-то вариант потери, ну то есть потери каких-то нейронов, повреждений? Или что тогда при этом может еще параллельно? Ну то есть если корой, то понятно, видимо, все что угодно может еще произойти. Ну вот амнезии бывает много разных типов, со многими разными механизмами, которые не в полной мере к тому же изучены. То есть может быть это нарушение доступа к воспоминаниям. То есть у вас из-за какого-то повреждения в передаче сигнала нарушились какие-то ассоциативные связи между тем, что раньше вызывало воспоминания и собственно самим этим воспоминанием. Но здесь я, наверное, не возьмусь отвечать на вопрос, потому что это выходит за рамки моей компетентности. Здесь нужно либо очень прицельно искать, либо лучше, ну или может быть не лучше, либо говорить об этом именно с людьми, которые занимаются клиническим лечением людей с амнезией. То есть я себе запишу, чтобы что-то про это почитать. Но единственное, что я могу сказать уверенно, вот прямо сейчас, не сходя с места, это то, что там бывает много разных механизмов нарушения, и не все из них к тому же понятны и изучены сейчас. — И второй вопрос касательно первой части лекции, касавшись различной остановки восприятия каких-то негативных или моральных выборов. То есть когда прозвучал вопрос, стоит ли скинуть толстого мужичка, и в голове тут же выстреливает мысль, какая разница между ситуациями. Есть ли какие-то такого рода, можно ли прицельно найти в интернете подобные тесты из большого количества вопросов, на которых какие-то выводы можно делать? — Да, вот, собственно, если вы пойдете по ссылкам, которые я здесь привожу, и посмотрите там на то, что называется supplementary materials, то там как раз большие длинные впитки всех тех мысленных экспериментов, которые они предлагали своим испытуемым. Это действительно очень увлекательное, запойное чтение. Ну вот, собственно, пример, вот вторая Куингис и его коллеги, 2007 год. Среди коллег, точно помню, с Антонио Дамасио, есть еще какие-то коллеги. Но, во всяком случае, если вы не найдете это сейчас, я на то же самое буду ссылаться в сиреневые книжки, и там уже будет нормальная полноценная ссылка с названием и всем вот этим. Ну или просто погуглить на повреждения вентромедиальной коры и моральные дилеммы. — Давайте последний вопрос. Желательно не очень длинный. Ей слишком много рук сразу. Так, вот, девушка. Ей достанется. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Есть ли задокументированные какие-нибудь случаи, когда у человека повреждалась бы какая-то часть мозга, и это приводило бы к каким-то, ну, чему-то похожему на психопатические расстройства личности, то есть на способность сочувствовать. И вообще, что современная нейробиология может сказать про, ну, может быть, какие-то методы лечения и про то, вообще, как это работает. И, ну вот. — Вы знаете, я сильно подозреваю, что это может быть связано как раз с повреждениями тоже вентромедиальной префронтальной коры, но не готова поклясться на происхождение видов. То есть мне кажется, что здесь нужно погуглить работы нейробиолога Антонио Дамасио. Дамасио. Так и пишется, как слышится. Потому что… Так, это не то, это вообще не маркер. Потому что Дамасио, он вообще один из самых крупных специалистов по травмам лобной коры. Всякой разной лобной коры. Да, у нас большая лобная кора, у нас в лобной коре вот есть дорзолатеральная, вентромедиальная, орбита фронтальная. И у каждой есть какие-то свои особенности, какие-то свои связи. И я сейчас помню, что в каких-то его работах я видела упоминание того, что повреждения каких-то кусков лобной коры способствуют снижению эмпатии, снижению способности оценивать морально-нравственные выборы поступков. Но я сейчас навру. Мне кажется, что это было тоже связано с вентромедиальной. Но я могу ошибиться сейчас. Спасибо.